Беседа о мучениках и о сокрушении и милостыне Сказано в городе, когда епископ отбыл на село для празднования Дня Мучеников Вчера День Мучеников и сегодня День Мучеников О, если бы и всегда нам совершать День Мучеников! Если помешавшиеся на зрелищах и глазеющие на конские аресталища никогда не насыщаются этими непристойными зрелищами, то гораздо более нам должно иметь ненасытимое расположение по украдникам святых. Там дьявольское торжество, а здесь христианский праздник. Там скачут бесы, а здесь ликуют ангелы. Там погибель душ, а здесь спасение всех собирающихся. Однако и там есть некоторое удовольствие. Но не такое, какое здесь. Что за удовольствие смотреть на коней, бегающих тщетно и напрасно? А здесь ты видишь не запряжки бессловесных, но бесчисленные колесницы мучеников и Бога, стоящего на этих колесницах, устремляющего путь к небу. А что души святых суть колесницы Божия? Послушай пророка, который говорит, колесниц Божьих чмы тем, тысячи тысяч. Чем одарил он высшие силы, поздоровал нашему естеству? Он сидит на херувимах, как и написано. Говорит, зашел на херувимов и полетел. И еще сидящий на херувимах и прозирающий бездны. Это он дал даже и нам. На них он сидит, в нас обитает. Вселюсь в них и буду жить. Они стали колесницей, мы храмом. Видишь ли сродство чести? Видишь ли, как он умиротворил горнее и дольнее? Поэтому мы нисколько не отстали от ангелов, если захотим. Но, как я сказал в начале, вчера день мучеников и сегодня день мучеников. Не тех, которые у нас, но тех, которые в селе. Или лучше и те у нас. Город и село в делах житейских различаются между собой, но в отношении к благочестию общаются и имеют единение. Не смотри на варварский язык тамошних жителей, но на любомудрую их душу. Какая польза от согласия в речи, когда мысли не согласны? И какой вред от различия в речи, когда есть единение в вере? В этом отношении село ничем не хуже города. Потому что в главном из благ они равночестны. Поэтому и Господь наш Иисус Христос не в городах только пребывал, а село оставлял пустыми праздниками, но проходил сквозь города и село проповеду Евангелия, исцеляя всякий недуг и всякую болезнь. Ему подражая и общий наш пастырь и учитель оставил нас и пошел к тем, или лучше не оставил нас, уйдя к ним, потому что ушел к нашим братьям. И как, когда совершался праздник Маковея, все село стекалось в город. Так теперь, когда отправляется праздник тамошних мучеников, всему городу следовало переселиться к ним. Для того Бога насадил мучеников не только в городах, но и в самом селе, чтобы по случаю праздников мы имели необходимый повод к взаимному общению. И больше мучеников в селе, нежели в городе. Недостаточному Бог дал более обильную честь. Это немощнейший член, потому что и получил большее врачевание, так как живущие в городах постоянно пользуются учением, а живущие в деревне не участвуют в этом изобилии. Итак, Бог, утешая в недостатке учителей, обилие мучеников устроил, что у тех больше погребено мучеников. Они не слышат непрестанно голоса учителей, но зато слышат голос мучеников, который вещает к ним из гроба и имеет большую силу. А чтобы убедиться, что мученики молча имеют более силу, нежели мы, говорящие, вспомните, что многие, часто беседуя со многими добродетелями, не имели никакого успеха. Другие же молча совершили величайшие дела своей светлой жизнью. Тем больше совершили эти мученики, издавая не голос из уст, но гораздо выше из устного. Голос самых дел, которыми они беседуют со всем человеческим естеством, говоря такие слова. Посмотрите на нас, какие мы потерпели бедствия. А что мы потерпели, будучи осуждены на смерть и найдя вечную жизнь, мы удостоились положить тела свои за Христа. Но если бы мы теперь не предали их за Христа, то спустя немного должны были бы и невольно разлучить их с временной жизнью. Если бы мученичество не пришло и не взяло их, то общая природная смерть пришла бы и разрушила бы их. Потому мы непрестанно благодарим Бога, что Он удостоил нас смерти. Неизбежно необходимую воспользоваться ко спасению наших душ и то, что составляет необходимый долг, приняло от нас как дар и притом с величайшей честью. Однако мучения тяжкие и несносны. Но они продолжаются краткий момент времени, а блаженство от них бесконечные веки. Или лучше, даже и на краткое мгновение времени эти мучения не тяжкие для тех, которые взирают на будущее и стремятся к распорядителю подвигов. Так и блаженный Стефан очами веры созерцал Христа, и поэтому не видел дождя камней, но вместо них исчислял награды и венцы. Так и ты перенеси взор свой от настоящего к будущему, и не получишь даже кратковременного ощущения бедствий. 693 Это и больше того говорят мученики, убеждают гораздо больше, нежели мы. В самом деле, когда я говорю, что мучение не заключает в себе ничего тяжкого, то слова мои не кажутся достоверными, так как рассуждать о подобном на словах нисколько не трудно. А мученик, говорящий делами, не встречает ни в ком противоречия. И как бывает в банях, когда ванная наполнена горячей водой, и никто не осмелится спуститься в нее, пока сидящий на краях побуждает к этому друг друга словами, то никто никого не убеждает. А когда один кто-нибудь из них или опустит руку, или разу в ногу смело бросится всем телом, то и молча, лучше говорящих много, убедить сидящих вверху спуститься в ванну. Так и у мучеников. Здесь вместо ванны с водой предстоит костер. Таким образом, снаружи стоящие кругом, хотя бы увещевали бесчисленными речами, не очень убеждают. А когда один кто-нибудь из мучеников, ни ногу только и руку спустят вниз, но вернет все тело, предлагая сильнейшийся к увещанию и совету, опыт, на самом деле, то изгоняет страх из окружающих. Видите ли, сколько сильнее голос и безмолвствующих мучеников. Поэтому Бог оставил нам тела их. Поэтому они давно победив, доселе еще не воскресли. Но хотя уже за столько времени претерпели подвиги, еще не получили воскресения. Не получили ради тебя и ради твоей пользы. Чтобы и ты, помышляя о таком подвижнике, возбуждался к подобному подвигу. Им самим нет никакого вреда от этого замедления. А для тебя происходит величайшая польза от этого обстоятельства. Они впоследствии получат то, чего не получают ныне. А если бы Бог теперь же взял их отсюда, то лишил бы нас великого назидания и утешения. Так как поистине величайшее назидание и утешение бывает всем людям от гробов этих святых. Свидетели сказанного вы сами. Часто мы угрожали, ласкали, успрашали, увещевали вас. Но вы не оказывали такого усердия к молитве и не возбуждались. А пришедшие в храм мучеников, не слыша ни от кого совета, увидят их как гроб святых, вы стали проливать обильные источники слез и стали горячи в молитвах. Мученик лежит безгласен в совершенном молчании. Что же такое трогает совесть и заставляет ручьи слез литься, как из источника? Самое представление о мученике и воспоминания о всем совершенном им. Как бедный, когда увидит других богатыми, достигшими высоких званий, окруженными от телохранителей, пользующимися у царя великой честью, из благосостояния других, яснее познавая собственную бедность, проливает слезы. Так точно и мы. Когда вспомним о дерзновении мучеников, какое имеют они перед царем всех, Богом, о светлости и славе, и вспомним также о собственных грехах, то из богатства их яснее увидев собственную бедность, сетуем и скорбим, познавая, как далеко мы отстоим от них, это и производит слезы. Для того Бога оставил нам здесь тела их, чтобы когда куча занятий и множество житейских забот наведет густой мрак на нашу душу от частных или общественных дел, а их так много, тогда оставив дом, вышедший из города, простившись с этим шумом, мы удалились бы в храм мучеников, насладились тамошним духовным веянием, забыли множество дел, утешились спокойствием, побыли вместе со святыми, помолились распорядители их подвигов о нашем спасении, пролили многие моления, и через все это, сложив бремя со своей совести, возвратились опять домой с великой душевной радостью. Гробницы мучеников суть ничто иное, как безопасные гавани, источники духовных вод, сокровища богатства неистощимые и никогда неисчерпаемые. Как гавани, принимая корабли, заливаемые множеством волн, поставляют их в безопасность, так точно и гробницы мучеников, приняв наши души, заливаемые житейскими делами, поставляют их в великую тишину и безопасность. И как источники холодных вод оживляют тела, изнуренные трудом и жаром, так точно эти гробницы прохлаждают души, опаленные неуместными страстями, и погашают при одном на них взгляде и неуместную похоть, и сушающий зависть, и пламенный гнев, и все другое, что не тревожило бы нас. И сокровища они гораздо лучше, потому что денежные сокровища подвергают многих опасностям тех, кто находит их, и будучи разделены на многие части, от этого разделения уменьшаются, а здесь нет ничего такого. Но впротивоположность чувственным сокровищам и приобретение безопасно, и разделение не производит уменьшения. Те, как я сказал сейчас, будучи раздроблены на части, делаются меньше, а эти, когда будут разделены между многими, тогда еще более показывают свое богатство. Таково естество предметов духовных. Они от раздроблений увеличиваются, от разделений умножаются. Не так приятны луга, представляющие зрителям розы и фиалки, как гробы мучеников, доставляющие душам зрителей некоторые неувидающие и ненарушимое удовольствие. Итак, с верой прикоснемся к этим гробницам, воспоминимся душой и поднимем плач. Много грехов совершено нами, и великих грехов, поэтому имеем нужду в великом врачевании, в крепком исповедании. Святые мученики пролили кровь твою, твои глаза пусть прольют слезы, и слезы могут погасить костер грехов. Им были раздираемы ребра, они видели вокруг себя палачей, так и ты сделай со своей совестью, посади судящий ум на престол неподкупного суждения, выведи на середину все грехи твои, пристав к проступкам грозные мысли, украти непристойные пожелания, от которых произошли грехи, пусть будут они раздираемы великой силой. Если мы таким образом позаботимся судить сами себя, то избежим и того страшного судилища. А что судящий ныне сам себя и требующий от него строгого отчета во грехах не подвергнется осуждению в будущем? Об этом послушай Павла, который говорит, если бы судили себя, то не были бы осуждены с миром от Господа. Укоряй тех, которые недостойно приобщались с тайн. Он так говорит, идущий и пьющий недостойно, виной он будет против тела и крови Господней. 1 Коринфянам 11, 27, 31. А этим говорит он следующее. Как распявший Иисуса, говорит, так и недостойно приобщающийся тайн понесут наказание. Пусть никто не осует это слово за преувеличение. Тело Господне из царской одежды, а разорвавши царскую багреницу и замаравши нечистыми руками, одинаково оскорбляют, и посему одинаково и наказываются. Так бывает в отношении к телу Христову. Иудеи растерзали его гвоздями на кресте, а ты, живя во грехах, нечистым языком и мыслью, и поэтому одинаковым наказанием преградил тебе Павел. И дальше говорит, поэтому многие из вас больны и немало умирают. Затем показывая, что требующие от самих себя здесь отчета во грехах, осуждающие, проступки свои и потом уже не впадающие в те же грехи, смогут исхитить себя от будущего страшного и неумолимого приговора он прибавляет. Если бы судили себя, то не были бы осуждены. Ныне же, будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Итак, будем терзать свою душу, сильно наказывая невоздержанные помыслы. Будем смывать нечистоты свои слезами. Велик плод этих рыданий, велико назидание и утешение. Как велико наказание за смех и распущенность, так, напротив, постоянное рыдание производит утешение. Блаженны плачущие, говорится, ибо они утешатся. Горе смеющимся, ибо они вас плачут. Поэтому Павел, хотя не сознавал за собой никакого греха, проводил все время в слезах и рыданиях. Кто говорит об этом? Сам этот блаженный. Три года, говорит он, день и ночь, не переставая, учился от слезами каждого из вас. Деяние 20.31. Он три года, а мы хотя бы один месяц. Он ночи и дни, он за чужие грехи, а мы хотя бы за собственные проступки, он ничего не сознавая за собою, а мы хотя бы ради обремененной нашей совести. Почему же он плачет? Для чего не только учит и вещевает, но прибавляет и слезы? Как чадо, любивое отец, у которого единственный сын впал в болезнь и не принимает лекарств от врачей, но отвергает их, севший при нем, ласкает его, целует, обнимает, это чрезмерной заботливостью желает привлечь его и убедить, принять помощь в врачевании. Так и Павел, любя верующих всей вселенной, как единственного сына, и видит, что многие впали в худое состояние и вниз, цельные болезни душевные, и однако не принимает охотное обличение и исправление укоризны, но удаляется от него, удерживал их слезами, чтобы они, видя его плачущим и рыдающим, и тронувшись этим видом, приняли врачевание, и избавившись от болезни, пришли в прежнее здоровье, поэтому он, паучая, всегда плакал. Если же Павел прилагал такую заботливость к чужим грехам, то какую нам должно прилагать ревность к исправлению собственных? Велика в смысле польза сила печали по Боге, о ней говоря, Исаия или лучший Бог, через Исаию возвестил так. За грех корыстолюбия его я гневаюсь на него. Я не наложил, говорит, наказание соразмерного преступления, в добрых делах Бог превышает меру воздаяния, а за грехи по своему человеколюбию многократно обличая налагает на преступивших малое наказание. Намекая на это и здесь, он сказал, Исаия 57, 17, 18, За грех корыстолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал, но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. Я видел пути его и исцелю его, и буду водить его и утешать его и сетующих его. 696, Видишь ли, как и быстро очень велика польза покаяния. Немного наказав его за грехи и увидев, что он стал прискорбен и печален, я оставил, говорит Бог, это малое наказание. Так Бог готов к примирению с нами и только ищет малого повода к этому. Доставим же ему случаи показать любовь к нам, постараемся соблюдать себя чистыми от грехов. Если же когда-нибудь приткнемся, скоро восстанем, оплакивая простудки с полной искренностью, чтобы нам получить радость по Боге. Если грешник примирил с собою Бога тем, что опечалился, как говорит Исаия, и стал сетующим, то чего не сделает тот, кто из слезы прибавит к этому и будет призывать его с великим напряжением. Знаю, что душа ваша теперь разгорелась, но чтобы вам вышедши отсюда не охладить этого жара, но удержать его в себе сделаем это. Нива души вашей подоносна, принимает семена и тот, что дает колоссия, не нуждается ни в промедлении, ни во времени, но я боюсь вашего врага. Вне церкви стоит дьявол, он не смеет войти в эту священную ограду, потому что где стадо Христово, там волк не показывается, но боясь пастыря стоит вне. Когда мы выйдем отсюда, не станем тотчас отдавать непристойным собранием или праздным речам и бесполезным занятиям, но пока еще держим в памяти сказанное, поспешим домой и каждый севший с женой и детьми, пусть внимательно размыслит о сказанном, и если не хотите пойти домой, то собрав дружеский текст, которые слушали вместе с вами, сядьте наедине и предлагает себя каждый то, что мог сохранить вторичное составки полное поучение, чтобы нам собираться сюда не напрасно. По велении Божии суть светильники, ибо заповедь есть светильник и наставление свет, и назидательное поучение путь к жизни притча 623. А кто зажигает светильник, тот не останавливается на торшище, но спешит домой, дабы не погас огонь от дуновения ветра, дабы не истощился пламень от долгого промедления. Так точно поступим и мы. Дух зажег зажег нам свое учение. Поэтому вышедши отсюда и будучи исполнены того, что слышали с другом ли, с родственником ли, с домашним ли, или с кем другим мы встретимся, пройдем мимо, чтобы когда мы будем разговаривать с ним о лишнем и бесполезном, не погас между тем огонь учения, но чтобы он пламенел в душе, как в доме, и, горя в возвышенных помыслах, как бы на каком светильнике, освещал все внутреннее. Подлинно странно было бы видеть душу, оставленную без учения, тогда как мы никогда не терпим видеть вечером дом без светильника и света. Оттого у нас и происходит много грехов, что мы нескоро зажигаем светильник в душе, оттого мы и падаем каждый день, оттого многое и лежит у нас в душе без пользы и как случится, что мы выслушав божественное изречение еще прежде, нежели пройдем преддверие церковное, тотчас бросаем их и погасив свет, ходим в большом мраке. Но если это было прежде, пусть после того уже не будет. Постараемся иметь постоянно горящий светильник в душе и прежде чем дом будем украшать душу. Тот ведь остается здесь, а эту мы возьмем и отходя отсюда. Посему и должно удостаивать его большего попечения. А теперь есть такие жалкие люди, которые украшают здешние домы свои и золотыми потолками, и разноцветными камнями, и живописными картинами, и блестящими столбами, и всем прочим. А душу небрежно оставляет состояние хуже всякой опустелой гостиницы, наполненной грязью, дымом, великого зловония в невыразимом запустении. А причина всего этого то, что в нас не горит постоянно светильник учения, поэтому необходимое оставлено в небрежении, а ничего не стоящее пользуется великим вниманием. Это сказано мною не к богатым только, но и к бедным. И эти, часто украшая по силе дом свой, душу оставляют в небрежении. Посему я делаю общее тем и другим наставление, увещевая и советую, о делах настоящей жизни заботиться немного, а все старание тратить на попечение предметов духовных и необходимых. Бедный пусть зирает на вдовицу, положившую два овола и не считает бедности препятствием гелам милости и человеколюбия. Богатый пусть помышляет об Иове и как тот употреблял все свое имущество не на себя, а на бедность, так и он. Потому Иовы перенес доблестно отнятие имущества, что еще прежде искушения дьявольского приучился отчуждать его. Так и ты презирай имеющееся богатство, чтобы если некогда оно и отойдет, тебе не предавать о скорби. Трать его на нужное, когда имеешь его, чтобы когда лишишься, тебе иметь двоякую пользу, готованную тебе награду за прекрасную трату и происходящее от презрения любомудрия, которое бывает полезно во время лишения богатства. Для того оно называется имуществом, чтобы мы употребляли его на нужное, а не зарывали бы. Для того оно называется стяжанием, чтобы мы владели им, а не были его владением. По-грешески это слова похожи друг на друга. Ты господин большого богатства, не будь же рабом того, чего владыков сделал тебя бог, а не бываешь рабом тогда, когда тратишь его на должное, а не зарываешь. Нет ничего не постояннее богатства, нет ничего не изменчивее благосостояние. Итак, по елику обладание ими непрочно и часто они улетают от нас быстрее всякой птицы и убегают неблагодарнее всякого беглого раба, то пока мы владыки над ними будем пользоваться ими на должное, чтобы нам приобрести на непрочное богатство, прочное благо, наследовать угослованные на небесах сокровища, которого досподобимся всем и благодатью человека, любимого Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу слава со Святым Духом ныне и пресно и во веки веков Аминь